Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о наболевшем. Мы поговорим о знаке шипы и чем чревато не наклеивание знака шипов. Говорят, если ты не наклеил знак шипы, то обязательно, когда к тебе кто-то въедет в зад, то страховая компания может сделать обоюдку или даже обвинить тебя, то, что ты типа не уведомил, что у тебя шипы и тормозной путь короче, и поэтому страховая может отказать тебе в выплате. Идиот! Именно эту страшилку мне пишут в вопросах, откуда в голове у людей эта мысль. В этом видео мы разберем подробно. Итак, поехали! Я встретил вас, и все былое... Сознание наших людей мифологизировано до крайнего предела, несмотря на век, казалось бы, просвещения, но это отдельная тема разговора. Так вот, и автовладельцы, они так же, как и простые люди у нас в России, они мыслят какими-то выдуманными ими самими категориями, либо где-то услышанными и транслируемыми через информационное пространство, которыми является наш мир. Итак, что же получается? Да, многие не хотят клеить этот знак, кто-то наклеил этот знак, кто-то против этого знака, и все они клеят почти с одной мыслью. Даже не штраф в 500 рублей их пугает, а пугает то, что им въедут в зад, и поэтому заставят потом выплачивать, возможно, даже тому, кто въехал вам в зад, за то, что он въехал вам в зад, потому что вы не предупредили его знаком шипы, а тормозной путь на шипах у него очень короткий. Поэтому такая вот беда всех подстерегает. Поэтому все сразу же наклеили знаки шипы, и все мы видим, что теперь огромное количество автомобилей ездят со знаком шипы. Я никогда не думал, честно говоря, что такой большой процент автомобилистов ездит у нас шипами. На 9 машин из 10 я вижу этот знак. Мне кажется, что наклеили даже те, у кого нет шипов. Ну, на всякий случай, чтобы, если в зад въеду, страховая не признала ничего. Ребят, ну что вы как напуганные зайчишки? Ну, неужели вам трудно открыть закон и почитать, либо просто почитать судебную практику, какую-то прецеденты посмотреть в интернете? В ПДД касательно того, что въехал в Амзат и кто будет виноват, ничего не изменилось. Вот мы читаем консультант.ру, пункт 9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которое позволило бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения. Ничего про знак шипы здесь не написано. Вообще абсолютно. И что я вам скажу. На сегодняшний день не зафиксировано ни одного прецедента, когда бы страховая компания отказалась возмещать убыток вам, как пострадавшему, если кто-то вам приехал сзади, и у вас при этом не было знака шипы. Потому что откуда, откуда бы такому прецеденту взяться, ребят? Вы знаете, что инспектор на месте определяет вину. И однозначно всегда является виноватым тот, кто въехал сзади. Даже в таких случаях, когда человек просто ехал и без какой-либо видимой причины остановился на скоростной дороге, и вы ему въехали взад, вы никак не сможете доказать, что он остановился вот, типа, неправильно, и я ему въехал взад, потому что не ожидал, что остановился. Потому что в правилах однозначно норма, однозначно сказано, что виноват тот, кто сзади. Потому что он не обеспечил должного интервала на дороге для того, чтобы вовремя остановить свой автомобиль. И дело в том, что там ведь не написано конкретно, какой интервал должен быть. Интервал должны выбирать вы сами. Вы сами знаете, насколько у вас хорошо тормозит автомобиль, и вы сами знаете, какие дорожные условия. Отчего бывают все ДТП у нас на дорогах, когда бьют взад? Два случая. Либо, значит, пешеход пошел, да? Один пропускает пешехода, а другой подумал, что он не будет пропускать пешехода, и вдарил ему взад. И второй случай, это когда человек не оценил погодные условия. По такой причине происходит так называемый день жестянщика, когда вот был на улицах асфальт, все гоняли, как гоняли, потом раз, появился лед и снег, а все гоняют, как гоняют. Поэтому в день жестянщика говорят, лучше не выезжать, потому что люди, когда побьют друг друга в жопу, или посмотрят, как другие побили, они уже начинают задумываться головой своей, и изменяют свои повадки вождения на дороге. Потому что, ну, большинство людей, конечно, они оценивают и сами изменяют, но многие продолжают беспечно ездить, вообще не понимают таких людей, честно говоря, они продолжают точно так же наяривать, там, в поворотах заходить. Но субоистов это не касается, они это делают специально. Ну, а все остальные бьют друг другу в жопу, и что мы видим? Мы видим потом машины без шильдиков сзади. Да-да, субоисты, это вас тоже касается. Поэтому, ребят, будь у вас шестерка Жигулей, у которой практически не работают тормоза, или будь у вас Порше Боксер, да, все вы ездите по-разному, у вас у всех разные манеры вождения, соответственно, у вас разная резина. Соответственно, когда наступает зимний период, вы должны уже задуматься, а не надеяться на какой-то знак. Дело в том, что многие люди решили сейчас, что, ну, вот, за нас правительство все решило, сейчас знак всем обязательно наклеить, все наклеили, а вот те, кто не наклеили, типа, те без шипов. Ребят, во-первых, человек может не наклеить знак, знак у него может оторваться на мойке, знак у него может быть просто приклеен с обратной стороны, а тут тонировка, и что вы сейчас будете рассчитывать и прижиматься, что ли, на льду и оттормаживаться прямо перед ним самим, а если у него окажется, что его машина остановилась резче, чем вы думали, и вы думаете, что вы не будете виноваты, что за вас правительство все решило, сказал выклеить знаки, а этот редиска не наклеил, и вы думаете, что вам страховая еще и будет ремонтировать вашу машину, на которой вы въехали впереди стоящую машину. Если человек идиот, то это на дом. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Сейчас поймешь. Вы погуглите, воспользуйтесь немного головой, посмотрите судебную практику, посмотрите практику по решениям страховых, вы не найдете ни одного случая. Вот мне комментарии написали люди, наверное, сотни комментариев только на моем канале, касаются того, что когда вы въедете там, как будто в жопу, знака нет, то у вас будет обоюдка, либо вы вообще будете виноваты. Да где вы такое взяли? Нет такой практики, нет ни одного такого случая. А вы где-то на пикову, наверное, увидели, и вот прикол просто хохмур, что вот страховая вам может отказать. Вы знаете, как происходит процедура? То есть приезжает ГИБДДшник, и он определяет однозначенно, чья вина. И он 100% даст заключение, что виноват тот, кто едет сзади, и тот, кто не соблюдал дистанцию. Я знаю случай, на драйве, кстати, описан случай, когда человек подал, типа там, какой-то протест. Он сказал, что, а вот у него знака не было, и я ему въехал. Они пошли на разбор в ГИБДД, и что случилось? И на разборе в ГИБДД инспектор однозначно все равно обвинил сзади идущий автомобиль, как автомобиль, который не соблюдал пункт 9.10. То есть не соблюдал дистанцию. Потому что это вы сами лично должны думать, соблюдать дистанцию или нет. А если вы думаете, что тормозной путь автомобиля с шипами и без шипов отличается насильно много, то в этом я вас разочарую. Он на самом деле не насильно много отличается. Поэтому здесь уже желание каждого одевать шипованную резину или не одевать. Также и со знаком я считаю, это желание каждого должно быть. Но, видите, вот ребятки там решили, что давайте наклеим знак всем, типа всех пометим, и посмотрим заодно, кто из них смелый, кто из них не смелый, кто из них будет платить, кто из них не будет платить. На сегодняшний день я не знаю лично ни одного человека, которого бы оштрафовали за отсутствие знака шипы. Также посмотреть эту практику, я не знаю, ну где-то может кого-то где-то оштрафовали. Но вот у нас регион достаточно спокойный. И у нас инспекторы ГИБДД, они достаточно лояльны простым людям, которые соблюдают ПДД. И не лояльны к тем пацанчикам на четверках, на тонированных, на низких, там, бетан, вот это вот все такое. Но, конечно, если вот они такого пацанчика остановят конкретно с тонировкой, он начнет там чуть бодаться с ними за тонировку, они скажут, а у тебя еще есть знак ошипы, не а ты его нахлобучек. А если я законопослушный гражданин, который всегда пристегнутый едет, у которого нет никакого ксенона, никакой тонировки на боковухах передних нету, они просто так, думаете, остановят меня и станут ходить вокруг машины и смотреть на знак шипы. Мне многие написали в комментариях, что да, вот, ты такой сякой, без знака шипы, и они тебя сейчас будут прессовать, и каждый ДПСник тебя будет останавливать. Ребят, до меня вот за тот момент, когда, по-моему, он был принят в апреле 2017 года, вот с тех пор меня остановило ровно три ГИБДДшника, то есть приказ уже опять же был изменен, они стали остановить всех. Когда был приказ, который запрещал останавливать для проверки документов вне постов, меня не останавливали вообще никто, то есть практически у меня за три года не было ни одного раза, что меня остановили. Когда приказ отменили, я заметил, меня что-то начали часто тормозить, потом я уже узнал, что его отменили И меня остановили за это время три раза То есть с апреля, ну за полгода, грубо говоря, меня остановили три раза Первый раз меня остановил инспектор Просто поинтересоваться Была ночь, ребенок смотрел мультики И видимо отцветы на экран наш были Он подумал, что у нас включен свет в машине Он поинтересовался, все ли у нас в порядке Он увидел, что мы едем с семьей Там ребенок пристегнут, все дела, все нормально Мультики смотрит Пожелал приятного пути и отпустил Второй раз инспектор остановил, потому что у меня дневные ходовые огни Горели слишком тускло, как ему показалось Но тогда были у меня диодные ленты установлены Которые я сразу же убрал практически после этого Но мы просто поговорили, поулыбались Я сказал, исправлюсь, все такое Из машины, кстати, я опять же не выходил И все нормально Он пожелал приятного пути и отпустил И вот крайний раз, когда он меня просто остановил А я у него спросил, а почему вы просто так останавливаете А он сказал, что вот у нас сейчас приказ нам сменился Все такое Он не стал, хотя уже резина была шипованная Это уже было вот совсем недавно Он не стал меня обходить и смотреть сзади Потому что он увидел, что человек нормальный Человек пристегнут Человек, как говорится, ну Вообще не просто какой-то там пацанчик там конкретный Который начинает дрожать А просто человек спокойно, уверенно достает свои документы Еще интересуется о причине остановки И он не стал обходить мою машину Не стал смотреть, есть ли у меня знак шипы Он просто сказал Арведерчи И отпустил И все Поэтому вот эти вот ваши страхи беспочвенные Я не понимаю, откуда они возникают в ваших головах Вы склонны бояться любой вещи То есть вам, вот что ни скажи, у вас везде страх У вас вот страх, что вас оштрафуют У вас страх, что вас нахлобучат Что вас будут прессовать Откуда вообще у вас люди вот такое Какое-то рабское отношение к представителям власти Вы понимаете, что они такие же точно люди Они точно такие же из народа Они соседи Вот у меня соседи У меня бывший следователь в отставке Живет подо мной Рядом со мной живет участковый И так далее Они такие же точно люди Разговаривайте с ними по-человечески Не бойтесь Не раболепствуйте Не выскакивайте из машины Не лебезите перед ними Давая понять, что вы уже заранее чувствуете себя виноватым Это эффективное поведение И оно приведет вас только к еще большим трудностям И не думайте, что страховая компания вас Понимаете, нахлобучит Как страховая компания вам может отказать в выплате Или заставить чего-то выплачивать За какой-то ущерб кому-то в регрессе Если ГИБДД дает постановление, кто виноват Не страховая компания смотрит у вас Потом есть у вас знак или нет ГИБДД дает постановление В ГИБДД написано, кто виноват в ДТП Кто виноват в ДТП, тот и соответственно Не платит или платит А платит тому, кто пострадал И никакие знаки шипы тут ни при чем Тут инспектор ГИБДД решает Инспектор ГИБДД не может решить, что Блин, ты въехал в жопу А у того нет знаков шипы Это вовсе не руководство к действию Отсутствие знака шипы Не руководство к действию, что можно его бить взад Вы бросите из своей головы эту тупую мысль Что у вас ответственность сейчас как-то снимается И вы можете полагаться на этот знак Вы можете полагаться только на себя На свой автомобиль И на свое чувство, и на свое понятие Какую дистанцию на самом деле нужно держать Это все определяете вы И никакой знак вам тут не поможет Кроме вашей собственной головы И никакие ссылки на бредовые вымысла Каких-то людей, которых вы в интернете услышали Что страховая может вам отказать Они не являются истиной Они не являются просто Так просто не может быть, потому что не может быть никогда Вот когда ПДД перепишут И в пункт 9.10 добавят прознак шипы Вот касательной дистанции Тогда точно можно будет сказать, что да И возможно появятся первые прецеденты Отказа выплаты страховых компаний А пока что, друзья, не прощаюсь Всем пока Подписывайтесь на канал Не переключайтесь Ставьте лайки До новых встреч А Михаил Иванович не смог приехать?